Да, секунду, секунду. Всем хорошего настроения, здоровья, успехов. И мы с вами продолжаем изучение книги Шемуэль. И здесь, как говорят на злобу дня, мы с вами будем говорить о войнах Израиля. Мы приближаемся к Дню независимости. И это очень важно для нас, отношение к стране, отношение к армии, способности защитить себя, на чем она основывается, и очень много параллелей с нашим днем. Забегая вперед, можно сказать, что наши главы посвящены роли пророка. Мы увидим, что никто иной, как пророк, сильнейший пророк, он создает царство, создает страну. Есть большой вопрос, а не стоило бы ли пророку остаться во главе страны, во главе государства? Мы постараемся это обсудить в дальнейшем. И увидим, что не так-то просто, когда пророк возглавляет народ, возглавляет страну, выводит его на войну. Это требует постоянного духовного возвышения, постоянного духовного напряжения, молитвы, веры во Всевышнего абсолютной. И не факт, что народ всегда это может выдержать. Это те проблемы, которые мы с вами постараемся обсудить. А пока мы возвращаемся к тому моменту, когда ковчег Завета оказался у филистимлян. Мы с вами помним, что сыновья Израиля потерпели поражение под Эвена-Эзер. Помним, что ковчег попал в плен, шило было разрушено. И мы можем себе представить всю силу, всю величину произошедшей трагедии. Как понимать произошедшее? Всевышний оставил народ. Что теперь требуется от народа? Ковчег у филистимлян. Посмотрим. Глава нам приоткроет все эти моменты. Сейчас я попрошу только Натана, чтобы он нам позволил демонстрацию экрана, если можно. Хорошо. Натан, ты меня слышишь? Окей. Хорошо. Если пока это не Натан. Хорошо. Пока я вижу, это невозможно. Я тогда подниму текст просто. И постараюсь в дальнейшем, как бы, постараюсь поднять его на экран. Да. Вот мы в пятой главе. И здесь говорится, и пришли, захватили ковчег Всесильного и принесли его из Эвена-Эзер, там, где происходило сражение, там, где погибли Хофни и Фенхас. Принесли его в Аждот. Мы помним, что шелок этого момента уже разрушено, сожжено, мешкан, то, что его полок, который был перекинут через каменное строение, был забран в другое место, он не сгорел. И взяли Блестин ковчег Всесильного и принесли его в дом Дагон и установили его рядом с Дагоном. Мы можем себе представить Аждот, приморский город, портовый город с прекрасными, великолепными строениями, похожими на те, которые мы с вами видим. И когда смотрим на раскопки и, скажем, икенской культуры, на раскопки греческих городов, прекрасный, отстроенный город Аждот, и там возвышается храм Дагона. Дагон изначально, это божество, которому поклонялись филистимляне, оно связано с урожаем Дагон, как вы помните, это злаковый на иврите. И только гораздо позже это божество начинает изображать, как человека с хвостом рыбы. Это довольно позднее представление Дагона. Изначально филистимляне, которые были народами моря, поселились на побережье, и для них обработка земли была очень-очень важной для того, чтобы освоить и задержаться, закрепиться на земле. Они поклонялись Дагону, как божеству злаковых. Для нас это важно, чтобы понять, что происходит впоследствии. И филистимляне принесли ковчег Всевышнего в дом Дагона, и как военный трофей, и как, мы понимаем, как символ победы над Богом Израиля. Мы хорошо помним, что древние народы, они вели войну не только против людей, не только против армии, войска своих соседей, своего неприятеля, но и против божеств. И победа в сражении воспринималась как победа над божеством другого народа. Как правило, божества не разрушали их, то есть изображение божеств не разрушали, чтобы не гневить, как считалось их, но подчеркивали превосходство своего Бога над Богом захваченного народа. Здесь филистимляне, точно так же, как и идуопоклонники, они считают, что они победили Бога Израиля, приносят ковчег в дом Дагона и устанавливают его рядом с Дагоном, устанавливают перед, устанавливают рядом с божеством Дагоном, как дар Дагону, как символ того, что теперь Бог Израилю подчиняется Дагону. И встали рано утром жители Аш-Дода на следующий день, и вот Дагон лежит на земле вниз лицом, его лицом перед ковчегом Бога, и взяли Дагона и вернули его на его место. Эти строки, лаконичные, рассказывающие о событиях в доме Дагона, это целая психологическая картина психологов нескольких поколений, не хватило бы, чтобы описать то, что происходит здесь. Здесь ковчег остается на ночь, утром ходят, и статуя Дагона лежит на земле, лицом как бы склонившись перед ковчегом Бога. Она, как бы мы видим чудо, то есть пилиштим, которые вошли, они должны были бы понять чудо. Во-первых, статуя упала, во-вторых, она повернулась, развернулась так, что она вытянулась лицом к ковчегу. Специально было сказано, что она была рядом с ковчегом, так она упала не перед собой, она упала боком, так чтобы было похоже то, что она склонилась перед ковчегом. И что, какой результат, и взяли Дагона, и вернули его на его место. То есть филистимляне, им даже не приходит мысль в голову о том, что есть Бог, Творец мира. Ковчег – это выражение его присутствия на земле, и никакие божества не имеют никакой силы, они просто не существуют. Это филистимляне даже не могут понять и осознать. И надо было бы обратить на это внимание, насколько мышление людей, скажем, далеко не приспособно, если так можно сказать, к анализу того, что человек видит перед собой, к тому, чтобы заметить чудо, признать его, все его, как бы, вся его религия, все его воспитание, весь его образ жизни не позволяют ему сказать, что произошло чудо, что его представления о мире, о божестве, которому он поклоняется, они неверные, и есть указания на то, что Бог один. И встали утром, причем у вилистимлян должны были быть какие-то предпосылки все-таки для этого, они жили рядом, как мы помним, рядом с египтянами, они упоминают выход из Египта, они помнят наверняка и о десятиказнях, обрушившихся на Египет. И вот они его вернули на место Дагона и встали рано утром на следующий день, и вот Дагон лежит на земле вниз лицом, его перед ковчегом Бога. И голова Дагона, и обе кисти руки его отсечены и лежат на пороге, только Дагон остался на нем на пьедестале. Что значит, только Дагон остался на пьедестале. Как бы половина статуи упала верхней частью, голова ее отлетела, и кисти рук так же, что они долетели до порога, до выхода из дома. Всевышний дает более сильный намек, чем раньше, что эта статуя, она является просто статой, нет за ней никакой силы. Она разломилась пополам. Как говорил царь Давид, их боги, золото, серебра, не ходят они и не говорят. Есть у них ноги, но они не ходят, есть у них руки, но они не могут ничего ощущать, есть у них гортань, но они не издают звука. И все это можно было бы понять и представить себе, что Всевышний указывает на то, что Дагон – это просто статуя. Как мы с вами говорили, и долбоклонники представляли себе, что через статую, через изображение проявляется некоторая духовность, что эта статуя притягивает дух, божество, ту силу, которая есть в мире. Иногда связывали статуи с звездами, считали, что статуи притягивают силы звезд и созвездий. И как бы постоянное учение пророков в дальнейшем, которые говорят, что это только деревяшка, за ней не скрывается никакого духа. Здесь и долбоклонники считали, что они не такие примитивные, что они думают, что вот сама статуя, само изображение обладает какой-то силой. Нет, они полагали, что статуя только притягивает эту силу. И здесь Всевышний показывает, что нет, никакой силы за этой статуей не скрывается. Она надломилась, она разлетелась, и голова ее и руки, голова и руки ее отсечены. И получилось так, что они лежат на пороге. Поэтому не наступают священники Дагона и все приходящие в Дом Дагона, на порог Дома Дагона, Баждоди, до сегодняшнего дня. Все-таки хотелось бы попросить Натана, чтобы он дал разрешение поднять текст, если он слышит нас. Но если он не слышит, то мы все-таки будем продолжать не пока, по крайней мере. И поэтому не наступают священники Дагона и все приходящие в Дом Дагона, на порог Дома Дагона, Баждоди, до сегодняшнего дня. Зачем это говорится? Как бы прерывается рассказ, и мы переносимся в какое-то время в будущее неопределенное. Вот всегда священники Дагона есть такое обычное, не наступать на порог. Понятно, зачем. Это говорит об абсурдности человеческого восприятия. Вместо того, чтобы сделать вывод, что Дагон не существует, человек делает вывод, что нечто произошло, нечто произошло с Дагоном, что требует какого-то соотношения. Нет, не то, что Дагон упал, и то, что он разрушился, а то, что голова его упала на порог, и руки лежат на пороге, это требует соотношения. Какого соотношения? Это требует, что не наступать на порог – это не тот обычай, который родился в Ашдоде, или, скажем, этот обычай не родился в Ашдоде. Пророк Сфаня говорит о том, что упрекается на вея Израиля, что у них есть обычай, да у поклонников они перепрыгивают через порог, через порог в доме идолов не... на порог в доме идолов не ступали, стараясь перешагивать через него, потому что считалось, что с порогом связана особая сила, которая охраняет этот дом, что дух божества, он распространяется во всем доме, доходит до порога и так далее. И еще, может быть, какие-то еще представления, которые говорили о том, что порог – это святое место, вот до сих пор это владение, скажем, человека, а вот здесь начинается владение божества, его дух как бы стоит у порога, да, и переступают через порог. То есть этот обычай родился еще раньше, но здесь подчеркивается, что в Ашдоде – этот обычай приобрел особый смысл, что вот в Ашдоде вместо того, чтобы увидеть, что Дакон упал, увидели, что есть вот только разрушение, дошло только до порога, что только до порога, что сила божества, она есть, она присутствует в доме, что вот может быть их божество сражается с божеством сыновей Израиля, и несмотря на то, что оно упало, оно все-таки осталось в доме, и так далее. Подобные соображения в Ашдоде – это древнее обычай, приобрел новый смысл, и это нам говорит о том, что на протяжении веков, на протяжении долгого времени, а потом на протяжении веков, люди оказались не в состоянии осмыслить произошедшее чудо. Ну, для нас это не должно быть удивительным, мы можем вспомнить Египет, где фактически Всевышний раскрыл себя, где во время наказания первенцев, как мы с вами помним, как мы с вами помним, не только погибли первенцы египтян, но и все статуи, все идолы египетские, все они треснули, было видно, что это строение из камня, не обладающие никакой духовностью. И что? Это не подорвало полностью веру египтян в их идолов. Разве даже, скажем, изменились их культы? Нет. Говорят, что исход из Египта произвел большое впечатление на египтян, и что они пришли к поклонению только солнцу, божеству солнца, вместо множества идолов. Что фараон, который правил после исхода, он вел только один культ, культ солнца, запретил все другие культы бога, бога, как его называли, Омона. Это все, все это может быть, но в любом случае, в любом случае, от идолопоклонства не отошли, а затем, затем через какое-то время вернулись к поклонению всем своим божествам, даже какие-то зачатки, представления о едином Боге. они исчезли. Мы говорим о выходе в Ецеат Митсраи, в исход Египта. В каком-то смысле и в значительной степени все чудеса, которые произошли в Египте, они были предназначены для самих египтян, для того, чтобы они поняли, что в мире есть только один Бог. Они бы могли бы как бы все выйти из своего Египта, все изменить свое представление. Нет, этого не произошло, несмотря на все, несмотря на все чудеса, которые происходили в Египте. И здесь мы видим, как бы между строк, пророк нам говорит о представлениях идолопоклонников, о том, насколько трудно, а может быть и невозможно изменить представление идолопоклонников о своих божествах и заставить их признать силу Всевышнего, силу Всевышнего, с которой они, в общем-то, уже знакомы по своим легендам, сказкам, может быть, были нам, которые рассказывают об исходе из Египта. Нет, силу эту божественную они признать не могут и на протяжении поколений не могут осмыслить произошедшее в доме Дагона. Они не отрицают, они не забывают, они помнят, но все, что у них остается, они переступают через порог. И стала тяжелой рука Бога на жителях Аждода и привел их в замешательство и поразил их геморроем Аждод и окрестности Бога. Мы видим, что Всевышний не сразу наказывает филистимлян. Сначала его рука обрушивается на их идола, и только когда они не понимают ничего совершенно, то его рука обрушивается на самих людей. Стала тяжелая рука Бога. Это не значит, что они видят руку Бога. Иногда говорится рука Бога. Когда сыновья Израиля выходят из Египта, они понимают, что они идут под рукой Бога, под высокой рукой Бога выходят, они понимают здесь рука Бога. Это не с точки зрения филистимлян, они этого не видят. Может быть, они начинают что-то ощущать и искать какой-то выход из проблемы в этом смысле. Но естественно, что рука Бога это не их представление, по крайней мере, не их четкое представление. Привел их в замешательство. Как он привел их в замешательство, поразил их геморроем. Ждот и окрестности его, и сам город, и все селения, которые находились в его близости. как мы знаем, древние города был город, обнесенный стеной, а вокруг него были деревни, селения, которые в случае опасности собирались, приходили и проходили ворота города и собирались и привали за его стенами. Так вот, здесь и Аждот, и все окрестности поражены геморроем. Почему именно геморроем? представим себе тот образ, который дает нам пророк или, можно сказать, тот образ, который рисует нам история. Если человек поднимает какую-то тяжесть непомерную для него, что может с ним случиться? Вот он заболевает таким заболеванием, как геморрой. надорвался. Что-то у него происходит. Так вот, филистимляне, они взяли ковчег, принесли его, а ковчег, он, как мы с вами знаем, у него нет определенного места. Он находится повсюду. Как божественное присутствие может распространяться повсюду, так и ковчег. Его пространственно-временные рамки очень неопределены. Мы помним с вами, что когда сыновья Израиля вошли в землю Израиля, то первое, что сделал Яшуа, он подвел сыновей Израиля к ковчегу завета, через который только что произошло чудо рассечения Иордана или остановки вод Иордана, подвел их к ковчегу, и они вдруг оказались все между шестами ковчега, то есть как бы Всевышний как бы огнял их своими руками, всех приблизил к себе, это то, что то чудо, которое произошло первым в земле Израиля, когда ступили на землю Израиля. И скажем, наши мудрецы говорят, что ковчег союза стоит нигде, он не занимает места, то есть у него есть какое-то может быть и представление такое материальное, но он вообще предмет, который принадлежит духовному миру, а в духовном мире нет пространства, так вот он стоит нигде. И также здесь как бы филисимляне взяв ковчег, они как бы положили его на себя, на свои плечи, взяли, можно сказать, божественное присутствие положили на себя, но они не могут это выдержать, эта тяжесть на них непомерна, и они заболевают геморроем. Медраж объясняет то, что происходит в дальнейшем, и он говорит о том, что кроме геморроя, кроме геморроя они страдали от страдали от мышей, что когда люди выходили по своим делам, приходили мыши, и кусали их, это было что-то похоже на наказание, которое было в Египте, когда мы помним, как лягушки, они проникали повсюду, и залезали даже в горячие печи, так и здесь мыши брались неизвестно откуда, набрасывались на людей, говорят, что животные, они в принципе опасаются человека, но как мышь может кусать живого человека, а здесь поскольку происходило вот это чудо, то они набрасывались и кусали людей, люди страшно страдали от этого, увидели люди аж до, что так это, и сказали, не будет пребывать ковчег сесильного Израиля с нами, ибо крепкой стала его рука, давящая на нас и на догона Бога нашего. Ничего не поняли и на этом, и на этом этапе, догон Бог наш, и рука всесильного просто она давит на нас и на нашего идола, говорят велистимляне, они не готовы отказаться от своего идола, от своих прежних представлений о том, что у каждого народа есть свой Бог, и война идет между и между народами, и между божествами, и вот Бог захваченный ими в плен по представлению филистимлян, он оказывается сильнее догона, надо что-то сделать, предпринять, нужно отослать ковчег всесильного, ковчег всесильного, и послали, и собрали к ним всех князей в Лештим, и сказали, что будем делать с ковчегом всесильного Израиля, и сказали, в Гад переместится ковчег всесильного Израиля, здесь по-русски получается сильного Израиля, Илуке Исраэль, то есть здесь можно представить себе, что они говорят о божествах, Илухим можно представить в восприятии двух поклонников как множественное число, что мы будем делать с Богом Израиля, и сказали, в Гад переместим ковчег всесильного Израиля, то же самое, Илуке Исраэль, и переместили ковчег всесильного Израиля, перемещают в Гад, и было после того, как переместили его, и была рука Бога на городе, паника большая очень, и поразил людей города от мала до велика, и в скрытых местах появился у них геморрой, то есть в Гаде происходит то же самое, почему они его решили переместить в Гад, почему они решили, что это решит проблему, трудно сказать, может быть, там нету такого храма догона, и они решили удалить его от догона, чтобы боги Израиля не гневались на догона, возможно, так, но не приходит, опять же, мысли о том, что проблему надо решать как-то по-другому, мы перевестим ковчег, мы удалим его от себя, и удалим его от догона, и это решит все наши проблемы. И было после того, как переместили его, и была рука от бога на филистимлянах, у них также появился геморрой, и отправили ковчег Сесильного в Икрон, и было, когда ковчег Сесильного прибыл в Икрон, то закричали жители Икрона, говоря, переместили ко мне ковчег Сесильного Израиля, чтобы убить меня, и народ мой. На третий раз они уже понимают, что им выразит опасность, что пребывание ковчега в Икроне, оно приведет к тому же самому, что было в Аждоде и в Гате. И послали, и собрали всех княздей приштим, и сказали, отошлите ковчег Сесильного Израиля, и вернется он на свое место, и для него мертвит он меня и народ мой. То есть, руководители, представители народа говорят князьям, лишь тем, что они не хотят видеть ковчег в своей среде, потому что была паника из-за страха смерти во всем городе тяжела очень была рука всесильного разившая там, которая разила людей там. То есть, уже и там началась паника из-за того, что те же самые заболевания продолжались. «А люди, которые умерли, были поражены геморроем и вознесся крик жителей». «А люди, которые не умерли, я прошу прощения, которые не умерли, были поражены геморроем и вознесся крик жителей города до небес». Сейчас мы уже видим, что Всевышний поражает их смертью, мором или неожиданной смертью, даже без заболевания. Вот, есть те, которые умирают, а есть те, которые поражены просто геморроем. Вот, очень жалко, что я не могу поднять демонстрацию экрана. «А где Янатону позвонил, он сказал, что вы уже можете здесь». «О, замечательно, все, тогда, тогда, тогда мы сейчас проверяем, что у нас тут получилось». Секунду, вот, секунду, секунду, одну секунду я проверяю. Так, да, тогда, значит, что мы делаем? Сейчас мы поднимаем с вами шестую, поднимаем шестую главу на экране. Так? О, да, мы видим с вами экран? Видно экран, да? Да, да, видно. Вот. Значит, вот, и был ковчег Бога в полях пресней, это не месяц, что мы поднимаем? напрямую, а что же все-таки произошло, за что Всевышний так разгневался на сыновей Израиля. А вот в Тегелим, в Псалмах, у нас царь Давид, вспоминая об этих событиях, кстати, произошедших незадолго до начала его правления, он говорит, и гневили его высотами их, где приносили жертву божествам, и стуканами своими пробуждали ревность его, и покинул он мешкан в шило, шатер, в котором обитал он среди людей, среди сыновей Израиля. Мы понимаем, что основной причиной произошедшей трагедии был гнев Всевышнего из-за распространившегося идолопоклонства. Мы можем представить себе, что распространение идолопоклонства – это не только поклонение идолам, а это проникновение повсюду обычаев идолопоклонников, представлений о мире идолопоклонников, которые очень потом трудно и тяжело исправить. И, забегая вперед, мы можем представить себе, что Шмуэль, не только пророк, я бы сказал, гений, он, видя эту ситуацию, первое, что он делает, первое, что он делает после того, как начинает решаться проблема, он призывает сыновей Израиля к изучению Торы. Никоим образом нельзя исправить ситуацию после такого вот длительного периода, когда народ оторван от Торы, я бы сказал, от мысли Торы, от мудрецов Торы, от Кагенов, от левитов, которые продолжают все-таки хранить Тору в среде сыновей Израиля, но народ оторван от нее. Никаким образом нельзя представить, исправить ситуацию, нельзя одними призывами, нельзя одними лозунгами, нельзя одними упреками. Можно сделать только одно – можно вернуть изучение Торы в среду народа Израиля, в каждый и каждый дом. Вот. И был ковчег Бога в полях Плештим семь месяцев. Вся эта история длится семь месяцев. У Плештима ходит полгода плюс для того, чтобы понять, что ковчег нужно вернуть его, так сказать, законным хозяевам, сыновьям Израиля. Да. Вот. И, естественно, если бы ковчег оставался у них еще долгие годы и происходили бы среди них чудеса, мы понимаем, что это им бы не привело к вере в единого Бога, в Бога сыновей Израиля. Потому что все происходило, то, что происходило в их городах, мы видим, что это не помогло бы. И призвали Плештим, зрецов и магов, чтобы сказать, что мы будем делать с ковчегом Бога, поведайте нам, с помощью чего мы отошлем его на место. Его уже есть решение отослать ковчег, но нужно подумать, как это сделать, потому что Плештим боятся, что после того, как они отошлют ковчег, все эти наказания будут продолжаться. Как и долгие поклонники, они считают, что они должны чем-то задобрить Бога Израиля. Они полагают, что Бог Израиля такой же, как и другие боги, и поэтому они обращаются к жрецам и магам. Они не посылают к сыновьям Израиля, не посылают за кем-то из левитов, чтобы, так сказать, проконсультироваться, что сделать. Нет, они посылают к жрецам и магам, потому что их жрецы и маги, они понимают во всех богах, они понимают также, каков Бог сыновей Израиля, и что ему нужно принести в жертву в такой ситуации. Искажают жрецы и маги, если вы отсылаете ковчег всесильного Израиля, не отсылайте его ни с чем, не отсылайте его с пустыми руками, ему нужны дары, как любому божеству, ему нужны дары. А вернув, верните ему жертву за провинность. Очень интересно, не то, чтобы высыпьте перед ним серебро, золото, жемчуг, который есть у филистимлян, это не то, что нужно. Нужно перед Богом Израиля признать, что вы виноваты. И жертва должна каким-то образом отражать вас грех или признание вашего греха, или признание того, что вот вы получили наказание, то, что произошло с вами, вы понимаете, что это произошло от Бога Всесильного. В этом смысле не оставляйте его, не отправляйте его ни с чем, а верните ему жертву за провинность. В понимании магов нужно признать свою вину перед Богом. Не только одарите его, но и серебром и золотом, но и признать свою вину. Тогда извинитесь и откроется вам, почему рука его не отходила от вас. То есть они до сих пор не понимают, почему рука Бога не отходила от них. Потому что они выступили войной против сыновей Израиля, потому что они захватили Ковчег. Вина сыновей Израиля – это одно, это сыновья Израиля будут разбираться с ней. Но они, идолопоклонники, они обладают таким, скажем, таким непониманием, что они выходят войной против народа Бога. За столько лет они не смогли ничего понять. Нет, это, конечно, им неведомо. Они еще думают, что есть какая-то причина, почему всесильный так вот рассердился на них. И они, принеся ему жертву провинности, им откроются, почему это было. И вот они, может, смогут еще какие-то жертвы принести. А это мы здесь видим мысль идолопоклонников. И сказали Блештиму, какую жертву за провинность нам следует возвратить ему. И сказали жрецы и магии, по числу князей Блештим верните пять золотых шишек, напоминающих геморрой, и пять золотых мышей. Ибо одна болезнь у вас и у князей ваших. Значит, все от малого до велика, рабы, князья, все заболели одной и той же болезнью. Это указывает, что одна жертва требуется от всех, вина всех одинакова. И жертва, по представлению магов, она должна выражать признание того, что заболевание было послано Всевышним, и оно было послано справедливо. И поэтому нужно сделать от каждого города, где находился ковчег, нужно сделать золотые шишки и мышей, которые также нужно признать, что это не случайное явление, что мыши вдруг появились и кусали людей. Это послано Всевышним, вот если вы это сделаете, в этом будет ваше признание греха, и Бог Израиль успокоится, не будет больше вас поражать. И сделаете изображение шишек геморроя вашего и ваших мышей, истребляющих Землю. Мы видим, что из этого, что кроме того, что мыши кусали людей, они еще были повсюду, уничтожали весь урожай, как бы полностью, как царанча уничтожали урожай, настолько, что можно было сказать, что они истребляют Землю. И отдайте всесильному Израилю дань уважения, может быть, облечит он наказание руки его, лежащей на вас, и на божествах ваших, и на земле вашей. Опять же, мы видим, что ни на миллиметр не отходят от сознания идолопоклонникова и говорят, что наказание пришло на божеств ваших, не на деревяшки ваши, не на вас за то, что вы верите в эти деревяшки. Наказание пришло на божеств ваших. Вот в данной ситуации Бог Израиль оказался выше ваших божеств. Ни на миллиметр не извлекаются от сознания идолопоклонников. И на земле вашей, где, в общем-то, как они представляют, Бог Израиля не властвует. И зачем вам утяжелять сердце ваше, как утяжеляли египтяне и фараон сердце свое. Потрясающе! Они помнят, знают все, что произошло в Египте. Мы могли с вами подумать, что они в Песах рассказывают пасхальную агоду. Это, конечно, не так, но знания, такое народное, легенды, фольклор, они передаются очень четко. И, может быть, это Шмуэль передает их слова, вот как утяжелил, утяжелили египтяне и фараон сердце свое. Они говорят прямо словами Торы, может быть, они не говорят словами Торы, но смысл, смысл у них этого явления им очень хорошо понятен. Что египтяне и фараон, они упрямились перед Богом Израиля, перед тем же самым Богом, с которым они имеют сейчас дело, и из-за своего упрямства они получили наказание. То есть, опять же, мы представляем себе, что исход из Египта, все наказания, которые обрушились на египтян, они должны были оказать влияние и на египтян, привести их к вере во Всевышнего, в единого Бога, и на весь мир. Но этого не произошло. Можем представить себе, может быть, какие-то отдельные люди, они и осознали что-то и поняли, но народа нет. Одним из таких людей, которых мы представляем себе, на которых исход из Египта и переход через Яордан произвел колоссальное впечатление, и родил у них осознание единого Бога, Бога Израиля, Творца всего мира, который один властвует во всем мире. И это, как мы с вами помним, Рахав, женщина, которая сказала разведчикам, которые пришли в Египта, еще до перехода с Нови Израиля через Яордан, что знаем мы, знаем мы, что Бог, который перевел вас через море, Бог, который перевел вас через Яордан, Он послал страх в сердце людей, послал в сердце людей, все боятся и трепещут перед ценоваями Израиля. Это была женщина, которая очень четко поняла и Бога Израиля, и его единство, и то, как он воюет, что посылает страх в сердце врагов. Но таких людей, наверное, было немного. Народы от своих представлений не сдвинулись далеко. Разве не тогда, когда он издевался над ними, отослали они и ушли сыновья Израиля? Издевался над ними, мы можем представить себе, что значит издевательство. Это бессмысленные наказания, бессмысленные удары. То есть и в Торе есть это слово, когда Всевышний, чтобы выполнить, как Всевышний издевался над египтянами. Что значит издевательство? Уже не нужно этих египтян наказывать, потому что они все равно ничего не поймут. Дальнейшие последние удары по египтянам – это для сыновей Израиля, для того, чтобы раскрыть его силу, мощь, единство, чтобы они осознали, а с какого-то момента для египтян – это издевательство, а не наказание. И вот филистимляне представляют себе удары, которые пришлись на Египет, не как призыв поверить в единого Бога, а как издевательство над бесконечным издевательством над египтянами, чтобы они только отпустили сыновей Израиля. Не призыв поверить в Бога, а просто издевательство. И возьмите ковчег Бога и поставьте его на повозку. И изделие из золота, которое вы возвратите ему, как жертву за провинность, поставьте в ящик, сбоку от него и отошлите, и он уйдет. Очень интересно, что Рамбам в своей книге, одной из книг Мишнет-Ура, он соотносится с этим предложением, с этим стихом и даже говорит о законе в разделе Бейда-Бехира, который посвящен храму, он говорит, что ковчег, если он переводится на повозки, то должна быть повозка новая, и коровы, которые не использовались для работы, они должны быть впряжены в него, то есть он дает как галаху из этого пасука. И в дальнейшем мы будем говорить о том, как царь Давид перевозил ковчег в Ярушала, ему поставили на повозку, и посмотрим, в чем там возникла проблема. Не в том, что он поставил на повозку, не в том, что его везли коровы, в чем-то другом. То есть рамбам увидел здесь как бы галахический ход, есть, так можно сказать, правильное понимание ситуации, сделать новую повозку, взять коров, поставить ковчег на повозку и отправить его. И смотрите, если дорогой границы его поднимется, границы его поднимется, он в Бейдшемеш, значит, это он сделал нам это зло великое. И они представляют, что в ковчеге есть самостоятельная сила, что с ним есть божественное присутствие. Опять же, они недалеко ушли от этого поклонства, потому что, по их представлению, если сделать статую Дагона, то и с ней будет некоторый дух присутствовать. И также они представляют себе ковчег. Вот посмотрите, они ожидают, они ожидают, ожидают чуда. Они понимают, что ковчег – это не просто предмет. Опять же, хотя, как и был поклонник, но понимают, что ковчег – это предмет. И ожидают чуда, что ковчег сам поведет себя. И он поднимется в Бейдшемеш. Вот если он сам пойдет в Бейдшемеш, ну, значит, он это сделал зло, это великое. Еще есть сомнения, произошло ли это из-за ковчега. Ну, вот сейчас мы проверим. А если нет, то будем знать, что не его рука поразила нас. Случайно это произошло с нами. Вот, наверное, пророк Шмуэль подробно описывает эти события и все слова филистимлян, для того, чтобы как раз мы поняли, насколько трудно изменить представление идолупоклонников. Даже чудеса, открытые, которые происходят с ними, они не приводят к их ясному пониманию, оставляют у них масса сомнений. И сделали люди так, и взяли двух дойных коров, и впрягли их по пуску, и с вами их заперли в доме. То есть, естественно, мы понимаем, что для коровы, когда теленок мочит, для нее, естественно, вернуться, повернуть обратно. И вот здесь, несмотря на то, что телят и мычат, коровы идут в сторону границы Иуды. И поставили, как чек богу, на повозку, ящик и мышей золотых, изображение шишек своего геморроя. И пошли коровы прямо по дороге, ведущие к городу Байчемеш, по одной колее пошли. Ну, а тут здесь моменты, они как бы важны для осознания чуда. Мы представляем себе, что дорога может быть довольно широкая. Она, естественно, не асфальтирована, не выложена камнем. Она такая земляная, как говорят, проселочная дорога. И на ней есть много борозд, которые оставляют колеса. И когда кто-то гонит свою повозку, он выбирает, иногда переходит с борозды на борозду, для того, чтобы более удобную для него выбрать. Здесь они идут по одной колее, не сходя. И в этом филистимляне видят тоже чудо. Идут, идя и мыча. Здесь Медраж говорит о том, что сравнивает возвращение ковчегам с исходом из Египта. И говорит, что как при исходе из Египта была произнесена песня сыновьями Израиля, на этот раз коровы мычали так, что было слышно, как бы в их мычании слышалась песнь, песнь победы, песнь возвращения. И не свернули ни вправо, ни влево, а князья Плештим шли за ними до границы Бейт-Шемеш. То есть, они еще шли проверить, что будет. Они еще не уверены, что будет, хотят убедиться в том, что произойдет. И если повозка сама придет в Иуду, то тогда чудо. А если нет, то нет. Заберем ковчег обратно. А жители города Бейт-Шемеш жнут урожай пшеницы в долине. И жут урожай пшеницы за ними. И подняли жрецы глаза свои и увидели ковчег и обрадовались тому, что видят его. На первый взгляд, все замечательно. Сыновья Израиля рады возвращению ковчега. Но тут лишь одна большая проблема. Мы видим, что в Бейт-Шемеше жнут урожай. И жнут урожай пшеницы в долине. И метраж подчеркивает, что сыновья Израиля уже забыли про ковчег. Они не полагаются на него. Он им не нужен. И здесь тоже есть такое влияние идолопоклонников. Ну, если ковчег забрали, то, наверное, если он не может сам защитить себя, то зачем уже он нам нужен тогда? Он нас точно не сможет защитить? Сам себя не смог защитить? Нас ведь точно не сможет защитить? И подняли жнецы глаза свои, да? Вот они поднимают глаза свои. Мы понимаем людей, занятых работой. И вдруг они видят ковчег. Подняли глаза свои и увидели ковчег. И обрадовались того, что видят его. Казалось бы, очень хорошо. Обрадовались того, что вернулся. Божественное присутствие вернулось. Нет, ничего подобного. Обрадовались тому, что видят ковчег. Здесь Медраж говорит о том, что некоторые обрадовались ковчегу, тому, что очень интересно, смотри-ка, что происходит. Другие смеялись над ковчегом и говорили, «О, так что ж ты решил вернуться? Что тебе лучше?» Они видят, что коровы сами идут, так они понимают, что происходит. И они еще смеются и говорят, что, ну, что тебе у филистимлян не понравилось, ты решил вернуться к нам. То есть отнеслись к нему насмешливо. Говорят, что слово «видят его», Медраж подчеркивает, что видят его как бы не только снаружи, но и изнутри, что некоторые побежали и хотели заглянуть в ковчег, заглядывали в ковчег для того, чтобы посмотреть, а что там. Слава Богу, как мы помним, скрижали были спасены Шаулем, они хранились с ковенами для того, чтобы при первой возможности вернуть их в ковчег. Но вот люди, они так проявляют это любопытство, и мы понимаем, что и в Израиле по-своему, по-другому, но тоже нет совершенно понимания происходящих событий, произошедшего чуда. Наверняка сыновья Израиля слышали о том море, который происходит рядом с ними в Приморской низменности, о геморрое, о нашествии мышей, о панике охвативших филистимлянных. Это не очень волнует и не очень беспокоит. Они не понимают, что чудо, которое произошло у филистимлян, что у филистимлян на территории филистимлян произошло чудо, и это чудо спасло их, потому что они жнут урожай спокойно совершенно, как бы солнышко светит, все хорошо, замечательно. Они не задумываются о том, что филистимляне могли, после их победы под Эвинаэзер, они могли спокойно разрушить всю Иуду. Они обрадовались, они захватили ковчег, они пришли устроить праздник в свои города, они через день-два могли бы как бы переформировать свое войско и вернуться, и разрушить всю Иуду за такую наглость, что они вышли, Иуда вышла войной против филистимлян, они могли разрушить всю Иуду. В скобках хочу сказать то, что хотел как бы сказать в начале занятия, может быть, это как бы, вот, работа с экрана меня несколько отвлекла. Я очень думал много после наших разговоров, вот, и не только вы учитесь, но и я учусь о той ситуации, которую вы подчеркнули, ее странность, да, что вот эта картина, которая нам описывается, то, что происходит в Мешкане, когда Илья является первосвященником, и его сыновья, ну, они так, грубо говоря, третируют народ, да, который приходит в Мешкан, втыкают вилку в мясо, берут его, и когда их вежливо просят, говорят, ну, это же не по закону, подожди немножко сейчас, вот, когда сгорит на жертвеннике внутренние части, ты придешь и возьмешь то, что тебе полагается, они действуют грубо, посылают и своего слугу для того, чтобы он забирал мясо. Ну, получилась некоторая такая странная картина, тем более, что мы представляем, что Пенхас и Хофни, они далеко не злодеи, у них есть очень-очень много правильности. Мне представилось так, что вывести народ на войну, это не такое простое дело, и между гибелью Шемшона и выходом войска на войну, когда Хофни и Пенхас несут впереди ковчег, это как бы огромное, так можно сказать, расстояние, психологическое расстояние. В основе израиль не собирались вместе уже давно, они выходили на войну против общего врага, тем более, против филистимлян, они представляли себе, что они и так проживут. Представляется, что эта картина, которая дается во второй главе книги Шмуэля о таком жестком, непонятно жестком поведении сыновней Хофни и Пенхаса по отношению к бригадачам и Шкам, она намекает на то, что идет формирование, что задача Хофни и Пенхаса или это сформировать армию, сформировать армию, способную выйти на войну против филистимлян. Знаете, как в израильской армии курс молодого бойца очень жестко, совершенно неоправданно жестко, непонятно, зачем тебя рукают, непонятно, зачем тебя унижают и так далее. То есть, потом ты понимаешь, что это формирует бойца, формирует его представление о выполнении приказа и так далее. Так что представляется, что, не знаю, может быть, как мысли не до конца еще продуманы, вместе с вами, может быть, как-то додумаем. Представляется, что за этим скрывается, вот за этой жесткостью скрывается намек на то, что Кагене формирует войско, во главе которого они собираются встать в дальнейшем и действительно это приводит к успеху. они могут вывести из всех сыновей Израиля, вывести на войну, как организованное войско. Скобка. Теперь возвращаемся сюда. Повозка дошла до поля. Яшуа, человек из города Бейтшемиш, остановилась там. А там камень большой. И раскололи дрова из повозки, и коров принесли во всесожжение Богу. Кто это сделал? Это сделали князья филистимлян, плештин, которые шли до сих пор за этой повозкой. Они принесли коров, принесли коров в жертву, и дрова, которые были в повозке, они принесли ее также в жертву, а ковчег остался стоять на повозке. А левиты сняли ковчег Бога в ящик. И вот когда князья ушли, подошли левиты, сняли ковчег Бога, который прислали с ним, в котором сделали изделие, и поставили на камень большой. Впоследствии этот ящик с дарами плештин, он стоял в святая святых храма, как где стояли рядом с ковчегом завета, стояли все свидетельства чуда, произошедшие сыновьями Израиля на протяжении истории. Здесь впоследствии сыновья Израиля увидели в этом чудо, увидели во всем произошедшем великое чудо. И жители города Байтшемен принесли для Бога жертвы, цишажение и зарежили жертвы мирные в тот день. Жертвы мирные устроили праздник после того, как левиты и когены призвали их одуматься и перестать относиться легковесно к ковчегу, устроили праздники, но не принесли жертвы провинности, а принесли мирные жертвы, праздничные жертвы. Опять князей Блештим видели, вернулись в Икрон в тот день. Икрон наиболее близкий город к Иуде. И вот золотые шишки, вымынающие геморрой, которые вернули Блештим Богу от Аждода, от Азы, от Ишкелона, от Гата, и от Икрона, и золотых мышей по числу городов, да, и так далее, да. И говорится, что, да, и говорится дальше странный момент, но в свете того, что мы с вами представляем, в свете того, что мы с вами рассказали, может быть, несколько понятно, да, и поразил он, Бог поразил людей Бетшемеш, ибо видели, что в ковчеге Бога, вот здесь мы понимаем, на чем основывается Агада, она привязывается прямо к тексту, да, что они видели, что в ковчеге Бога заглядывали туда, и поразил в народе 70 человек, да, вместо 50 тысяч человек, да, и был траур в народе, ибо ударил Бог по народу ударом сильным. Здесь есть целый ряд комментариев, мы пойдем по наиболее вероятной такой линии событий, что погибло 70 человек, и это люди, санхедрин, города Бетшемеш, на который Всевышний возложил ответственность за жителей города, за их необразумность, за их неграмотность, за их отсутствие трепета перед Всевышним, за их неспособность понять произошедшее чудо, Всевышний возложил эту ответственность на санхедрин, и они погибли, это было чудо, да, и это было вместо 50 тысяч человек, как бы говорит Шмуэль, эти 70 человек погибли, да, а 50 тысяч человек погибли бы, если бы филистимляне вышли войной, то погибло бы 50 тысяч человек, Всевышний спас 50 тысяч человек в Израиле, да, но неспособность понять произошедшее чудо, оно обернулось таким ударом по людям, людям из руководителей Бейтшемеша, и был народ в трауре, ударил Бог его по народу ударом сильным, мы видим, что сыновья Израиля принципиально отличаются от филистимлян, они все-таки способны понимать ходы Всевышнего, его наказания, да, и сказали люди Бейтшемеша, кто может устоять перед Богом Всесильным, святым, святым этим, да, здесь святой, подчеркивается святость, отделенность Всевышнего, они испытывают трепет, и с этим связано определение Бога как святой здесь, да, и кому он, ковчег, поднимется от нас, да, не то, что жители Бейтшемеша, они не мыслят как филистимляне, но они понимают, что они не в состоянии находиться рядом с такой святостью, они проявили легкомыслие, да, и они понимают, что Бог требует трепета перед ним и перед ковчегом, выражающим его союз с сыновьями Израиля, и они далеко не уверены в том, что они смогут как бы соответствовать вот такому уровню святости, когда ковчег находится в их городе, конечно, в этом есть недостаток, вместо того, чтобы раскаяться, вместо того, чтобы, так сказать, подтянуться, они хотят убрать ковчег, но все-таки это не такое же восприятие, как у филистимлян, и послали посланцев жителей Кириат и Арим, чтобы вернули Плештим ковчег Бога, и спуститесь, и поднимите его, и послали посланцев жителям Кириат и Арим, чтобы сказать, вернули Плештим ковчег Бога, спуститесь, и поднимите его к себе, они передают город в Кириат и Арим, город, пограничный с филистимлянами, они не хотят его возвращать в Шило, да и некуда его возвращать в Шило, не хотят, чтобы он был в Кириат и Арим, на границе с филистимлянами, чтобы защищать сыновей Израиля от филистимлян, как они в тот момент представляют, и в этом тоже есть определенный момент раскаяния, потому что они все-таки представляют, что Ковчег их защитил после того поражения, которое было, после того, как Кагены разъяснили им, что произошло, они готовы понять, понимают, что Ковчег завета является защитой для сыновей Израиля. Здесь я остановлюсь и, пожалуйста, мы с вами можем обсудить все, что мы с вами проговорили. Пожалуйста, если есть какие-то вопросы, я к вашим услугам. Как вот мы сейчас попробуем сделать демонстрацию экрана, что мы все друг друга видели. Пожалуйста, если что-то, то я к вашим услугам. Равзеев, есть вопрос от Ефима Богомольного в чате? Посмотрите, пожалуйста. Я смотрю в чат источник сходства слова догон в иврите и филистимлян. Филистимляне говорили на языке близком к ивриту. Многие окружающие народы говорили на языке близком к ивриту. Моавитяне, например, они просто говорили на иврите. И мы можем читать их надписи без всякой расшифровки, без всякого напряжения. То же самое и с филистимлянами. Естественно, что их язык сильно отличался от иврита, но божества они усвоили догон это местное божество, которое они взяли себе и вместе как бы с божеством естественно пришло его название. Что в Канаане возможно поклонялись и скорее всего поклонялись догону, они взяли догон вместе с его названием. И опять же мы видим, что соседство народов естественно приводит к языковому влиянию и в дальнейшем догон в нем воспринимается первая часть дага и его начинают представлять как рыбу. Сейчас мы посмотрим, смогу ли я поднять для вас изображение догона. Сейчас еще раз мы сделаем одну секунду. Берем совместное использование экрана и берем 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 с вами берем с вами так вот так хорошо. это догон очень поздно изображение, когда он из бога злаковых явно совершенно в нашем рассказе это бог злаковых он превратился в рыбу. Такая трансформация божеств. так пожалуйста если есть что-то еще спросить я могу попробовать ответить. Да Рабзев такой вопрос почему именно в Кириад Ярим Ковчег переехал? Это особая заслуга была? Кириад Ярим трудно трудно ответить точно можно ответить приблизительно как бы представлять себе что происходит Кириад Ярим как мы понимаем Ярим это место такое поросшее лесом значит и с одной стороны это место несколько несколько такое удаленное и там легко спрятать ковчег в случае еще одного нашествия плештивник тоже не уверен сейчас что не будет еще одного нашествия плештивник с другой стороны это место которое находится на границе в горах Иуды на границе с плештим и есть такое представление что ковчег будет защищать от нового нашествия от нового нашествия плештим поэтому его не уносят вглубь страны а оставляют на границе и то что мы можем себе представить конечно скажем да шило разрушено его некуда везти нету места определенного куда его можно поставить и вот такое соображение что с одной стороны его можно будет спрятать легко относительно легко по крайней мере а с другой стороны он будет защищать оно приводит к выбору этого места можно представить себе таким образом а где находился в это время Шмуэль шило разрушено где он где находился где находился Шмуэль об этом об этом следующая об этом следующая глава да можно представить себе что те 7 месяцев пока Арон Арон Абри пока ковчег союза находился среди плещин Шмуэль не мог много что сделать для того чтобы что-то говорить чему-то учить нужно то что называется петахон п нужно иметь возможность раскрыть рот чтобы люди слушали а тут такая трагедия шило сгорело и сейчас ты встанешь и начнешь призывать к чему-то народ чему-то их призываешь вот мы видим вот эту как бы запущенность вот народ живет сам по себе полное полное спокойствие с одной стороны с другой стороны полная растерянность непонятно что делать дальше да и никто не ищет этого не ищет этого пути не ищет его Медраж Шмуэль говорит сравнивая ситуацию говорит так что Всевышний рассердился почему он поразил людей в бетшеме что мы видели что они заглядывали ковчег кроме того говорится что вот если бы у них пропала курица они бы бегали и искали ее да а тут ковчег союз пропал они не шевелятся да не шевелятся то есть есть некоторая такая подорванность надежды духовности потеря пути когда пророк не может говорить как только ковчег возвращается и об этом следующая глава которую я приготовил но мы не успели до нее добраться как только ковчег возвращается Шмуэль начинает действовать начинает действовать он начинает говорить начинает говорить с людьми он обходит все города селения и веси он создает он посылает своих учеников да поговорить с людьми объяснить с ними что объяснить им что произошло и каков дальнейший путь на это уходит довольно длительное время но когда Шмуэль чувствует что народ готов он собирает их вместе для того чтобы призвать к призвать к раскаянию и начать совершенно новую непонятную нам войну невообразимую войну исключительно силой духа это как бы вот следующий ход Шмуэля и как бы следующим направлением повествования в книге что-то скажите пожалуйста был только один идол Дагон поклонялись только одному идолу или были другие из города скорее всего скорее всего скорее всего был не один идол но в каждом в каждом городе в каждом городе свой покровитель и какой-то храм является какой-то храм является основным во что где поклонялись Дагону трудно сказать почему именно Баждоди но как бы факт в других городах мог быть подчеркнут культ Астарты культ Бааля в Аждоди подчеркивали культ Дагона это как бы характерно для древнего мира у каждого каждый город подчеркивает своего покровителя это не значит что он отрицает других но почему-то указали только одного бога этого идола а других не указывали они принесли принесли ковчег Баждод поставили в дом Дагона вот так указали то что произошло и то чудо которое произошло это не было как в Египте что все храмы разрушили статуи богов упали на это не не было такого плана на чудо которое произошло оно произошло конкретно в храме Дагона да матан если может чуть погромче сейчас секундочку алло слышно меня нет слышно да первый вопрос на дербе от дода это контур Дагона да еще раз Ваш Доди но герб Ваш Дода современный а есть там Дагон я не знаю честно говоря там присутствует Дагон на современном Гербе Аж Доди я не я не в курсе нет ну будем то что посмотри посмотри у нас в хайке стоит Дагон Дагон да ну как говорят Лиланет Схуд чтобы сказать что-то хорошее будем считать что это не поклонение идолу и на самом деле это думание о чуде современный Кириат Ярим в какое-то соотношение нет нет возможно что где-то там в том районе но точное нахождение места Кириат Ярим неизвестно и раскопок которые могли бы указать что это этот город их не существует это видимо было очень небольшое место да и современный Кириат Ярим он просто как бы отражает это событие но не географическое положение города так что так что сегодня когда мы скажем да собираемся обращаться кому-то к людям которые выходят скажем из другой культуры из другого народа нужно представлять насколько тяжело изменить свои представления насколько тяжело оторваться от твоих старых представлений и насколько тяжело увидеть руку Всевышнего нам тоже тяжело увидеть руку Всевышнего тем более другим в происходящих с нами сегодня событиях очень трудно тоже увидеть руку Всевышнего но скажите для израильтян это был все-таки урок они увидели руку Всевышнего они делали вывод но мы видим что очень хорошо все очень хорошо все понимают поняли что провинились поняли что испугались решили отправить ковчег союза от себя из-за не только из-за страха животного но из-за трепета перед Богом безусловно но опять же я вам говорю для того чтобы осознать и не только вот этот момент произошедший и этот момент произошедший но от того чтобы осознать свой путь осознать что делать дальше для этого потребовалась работа пророка и скажем не только пророка или не столько пророка а у Чака есть несколько качеств Муэль был мудрецом Торы великим так вот он выступает скажем в качестве в качестве мудреца Торы для того чтобы обходит города и весь и посылает своих учеников для того чтобы объяснить что произошло и куда мы дальше и главное призывает к раскаянию удалению от этого поклонства объясняет безусловно событие да конечно это осознание происходит и в этом совершенно уникальная уликальная роль Шмуэля потому что вот так вот просто можно сказать почти ниоткуда встать выйти ходить пешком с места на место объяснять поднимать учеников и добиться осознания осознания того что произошло и способности отреагировать на это событие это огромная огромная заслуга Шмуэля его родители еще живы в это время Шмуэля что вы говорите родители Шмуэля еще живы в это время нет трудно сказать о них не о них не упоминается и я не знаю Медраша можно представить все что прошло уже довольно много довольно много времени может быть их и нет в живых я не знаю их роль подчеркивается в то время когда Шмуэль рос в мешкане в шило как вы помните то есть это роль родителей она оказалась принципиальной то что Шмуэль видел не только поведение Хофни и Финхаса и не только их подход к святости он усвоил любовь и другие высокие качества он усвоил у родителей которые постоянно навещали его и проводили с ним и праздники и многое другое время это их дальше трудно сказать что с их родителями она больше как-то не появляется в дальнейшем рассказе хорошо ладно и если нету вопросов то мы с вами тогда подведем черту я только очень и очень хочу вас поздравить с наступающим праздником независимости великого чуда которое мы также должны на него посмотреть и осознать его и самое главное понять что чудеса не решают всех проблем происходит чудо вот проблемы потом продолжаются могут и накапливаться какие-то проблемы никогда нельзя забывать о чуде если мы будем смотреть только на проблемы то нам не нужно праздновать никакие наши праздники вышли из Египта говорят что 4-5 осталось в Египте колоссальная проблема из-за этого потом не смогли заселить всю землю Израиля вот смотреть на Пурим так там тоже почти все остались в Павелоне и так далее и так далее проблем хватает наша обязанность видеть чудо Всевышнего и понимать что оно никогда не проходит даром как говорится о словах Шмуэля ни одно слово не ронял на землю все остается все сохраняется вот и мы движемся дальше и есть обязанность благодарить Всевышнего я советую в этот день читать Гавлель с Брахой не морочь себе голову бесконечными галахическими соображениями нужно Браху говорить не нужно Браху почему не нужно ну допустим ты ошибся и сказал Браху а если ты ошибся и не сказал Браху перед лицом Всевышнего в такой день что хуже из двух зол нужно выбирать меньше и говорить благословение от всего сердца Всевышнего мы увидим что в следующей главе к сожалению мы с вами добрались Шмуэль обращается к сердцу сыновей Израиля и долопоклонство все проблемы они в сердце он обращается к сердцу сыновей Израиля он сумел затронуть сердце сыновей Израиля так что же нам говорить сегодня что мы со всем сердцем говорим благословение Всевышнего хорошо ладно всего-всего самого доброго хорошего праздника надеюсь на встречу на дальнейшую вас так же спасибо о кто-то поставил аждот замечательно спасибо большое спасибо спасибо Нет.